так добрый день как мне видно не слышно так здравствуйте да все вроде работает так тогда мы начинаем наше сегодняшнее занятие значит мы с вами в прошлый раз остановились на амфотерных соединениях давайте продолжим более подробно еще раз посмотрим эту тему потому что как показывает практика она достаточно сложная так вот наша презентация давайте кратенько повторим то что мы с вами разбирали на прошлом занятия значит название соединение амфотерные означает что у них проявляется некоторая двойственность амф это двойственность означает можно так сказать двойственность химических свойств заключается в том что в каких-то случаях зависимости от того с каким веществом взаимодействует данное соединение может проявлять как кислотные так и основные свойства да то есть у нас есть соединение основные есть соединение кислотные есть соединение такие пограничные которые проявляют и те и те свойства одновременно вот такие соединения называют амфотерными да то есть мы рассматриваем с С вами амфотерные оксиды и амфотерные гидроксиды. И мы с вами говорили о том, что к амфотерным относятся элементы, которые находятся на диагонали, как раз таки, боро-остат. Диагональ проводим в периодической таблице от боро до остата, и элементы, которые близко к этой диагонали, на ней расположены, например, алюминий, бериллий, и ряд других более тяжелых, которые в школьном курсе обычно не рассматриваются, поэтому нам нужно только бериллий, алюминий взять. Они относятся к амфотерным. Также к амфотерным относятся элементы побочных подгрупп, у которых зачастую степень окисления равна плюс двум, плюс трём. Это цинк, это хром. В некоторой степени железо плюс три проявляет амфотерность. Вы видите, тут еще пример марганец плюс четыре. Но нам в школьном курсе нужно знать хотя бы четыре амфотерных элемента. Это абсолютный такой минимум. Бериллий, цинк, алюминий, хром. Соответственно, эти элементы образуют оксиды амфотерные, бериллий, оцинк, о, алюминий 2О3, хром 2О3. То есть мы видим, что у бериллия цинка степень окисления плюс два, у алюминия хрома плюс три. И соответствующие амфотерные кидроксиды это бериллий УАЖ дважды, цинк УАЖ дважды, алюминий УАЖ трижды, хром УАЖ трижды. Обратите внимание еще, что если вы их найдете в таблице растворимости, то увидите, что это нерастворимые соединения. То есть когда мы получаем данные гидроксиды, они у нас выпадают в осадок. То есть реакция идет с образованием осадка, получение этих соединений. И мы поговорили о том, в чем заключается суть этого явления амфотерности на уровне химических связей. То есть если мы рассматриваем молекулу соединения, которая содержит связи с кислородом и водородом, то это как раз-таки гидроксиды. Мы говорили о том, что если у нас основные соединения, то у нас менее прочные связи металл-кислород. Вот это основание, да, вот так они разрываются. Вот это у нас в кислотных соединениях у нас менее прочные связи водород-кислород. Вот они, да, водороды у нас, кислоты отдают катионы водорода в реакциях, в растворах и так далее. В амфотерных же соединениях эти связи примерно равны по прочности. То есть в какой-то, получается, в каких-то случаях у нас изменяется связь элемента кислород, в каких-то случаях водород-кислород. Да, то есть и то, и то может меняться. И, соответственно, амфотерное соединение может взаимодействовать и с кислотами, и с основаниями. Вот, и мы говорили о том, что амфотерное соединение мы можем записать как в основной форме, да, такой вот, когда у нас элемент OH сколько-то, да, можем раскрыть скобки, перенести водород на первое место, и получим кислотную форму. То есть HN металл L, да, вот, в таком виде. Но, так, ну и дальше мы тут реакции записывали. Давайте. Что мы еще успели обсудить в прошлый раз, это то, что вот такая форма кислотная, если мы берем анион кислотного остатка, да, например, цинк О2, 2-, то есть мы что тут сделали? Мы взяли цинку H2, раскрыли скобки, получили цинк О2, H2, перенесли водород на первое место, H2, цинк О2 получить. И вот этот кислотный остаток, видим, два водорода, значит, цинк О2, 2-. Сложность в том, что в водных растворах вот эти частицы, цинк О2, да, 2-, не существует, поскольку присоединяют сразу же, в данном случае, две молекулы воды, да, для алюминия хрома будет другое количество. И образует вот такой вот комплексный ион. Комплексный называется, потому что сложный, да, переводится. Сложный такой ион. То есть здесь мы видим, что цинк присоединил 4 OH-группы к себе, заряд не изменился, да, потому что мы две нейтральных воды прибавили. И, следовательно, мы диссоциацию гидроксида цинка как кислоты, здесь уже представлено в обычной форме такой, да, форме. То есть мы могли бы диссоциацию как кислоты записать вот так, H2, цинк О2, распадается на 2 катиона водорода и цинк О2, 2-. Вот. Так вот, вместо вот этого процесса мы должны записать вот этот, который снизу. Вот он в действительности. То есть в действительности, в реальности всё несколько сложнее. И вот, по сути, такой вот цинковой кислоты как таковой, ну, как она вот, как гидроксид, да, вот она у нас. Существует, но при диссоциации она успевает ещё присоединить пар молекул воды, и мы получаем вот тоже 2 катиона водорода, ну и комплексный анион здесь, да, вот. Вот эти комплексные анионы, они образуют достаточно большой класс комплексных соединений, да, которые уже позднее вы будете более подробно изучать. Возможно, да, кто ближе там будет в области химии, то комплексные соединения дополнительно будете изучать. Нам же нужно с вами знать формулы этих соединений. Вот они у нас представлены. Это ионы, да, для остальных. Они весьма похожи, да, здесь у цинка, бериллия, алюминия одинаковое количество, 4 OH-группы они присоединяют. Тут названия приведены, но, в общем-то, вы можете не вдаваться в такие подробности. Главная формула. Да, цинку H4-группы, бериллия H4-группы, ну а алюминий, поскольку трехзарядный, то ион будет алюминий H4-группы, но с зарядом минус 1 всего лишь, да. Вот, для хрома тоже возможна такая форма, но более распространенная, более часто встречающаяся, это когда у нас 6 групп присоединяет хром, тогда будет комплекс наиболее устойчивый. Да, хрому H6 раз, с зарядом 3 минус. Вот, и эти ионы нам требуются для того, чтобы записывать уравнение реакций, да, вот там приведено. Ну, давайте, наверное, я вам так покажу. Сейчас, давайте. Мы с вами в прошлый раз, в общем-то, их и записывали. Давайте мы чуть-чуть вернемся. А, тут оксиды, гидроксиды, да. Давайте мы немножко к гидроксидам вернемся. Ставьте уравнение. Ну, вот это задание мы делали для цинка, давайте, например, для хрома сделаем. То есть, для цинка, да, смотрите, предыдущее занятие. А мы возьмем и еще раз попрактикуемся, да, составим уравнение реакций, иллюстрирующих амфотерный характер гидроксида хрома. Ну, вот нам вещества потребуются какие? Так же, как в прошлый раз, это натрий OH и H внутри. То есть, поскольку у нас, ну, свойства двойственные, да, хром, OH трижды, гидроксид хрома. Двойственные свойства, следовательно, нам нужно провести реакции с кислотой и со щелочью, да. Вот, берем первое, самое простое, это с кислотой, потому что более привычная нам форма, как для основания, да, вот это у нас основание, это кислота. Кислотно-основное взаимодействие. Ну, то есть, действуем мы так же, как и обычно мы это делали, да, делали. Ставим заряды, меняем, то есть, у нас пара зарядов плюс-минус, да, меняем пары местами. Получаем, что хром три плюс, NO три минус. Чтобы было количество плюсов равно количеству минусов, мы должны взять три группы NO три. То есть, вот у нас осадок, да, я напоминаю, что гидроксид хрома, это такой зеленый осадок у нас, да, он растворяется, то есть, мы будем наблюдать растворение осадок. Вторая пара HOH, это вода, H2O. Расставляем коэффициенты и три воды нужно, да, и вот реакция готова у нас. Если появляются вопросы, то пишите в чате, мы, я отвечу на какие-то вопросы. Если мы хотим еще сокращенный ионный вид написать, давайте мы это сделаем, то здесь сократятся инотри группы, потому что нитрат хрома растворим. Давайте я краткий ионный вид сразу запишу. Хром OH трижды не распадается, потому что это осадок, да. Кислота сильная, она распалась, и мы сократили, то есть, в сумме сделали равным нулю, инотри группы, здесь у нас хром 3 плюс и 3 воды. То есть, вот что у нас происходит. По сути, катионы водорода, да, у H группы от хрома отщепляют, и получается вода. То есть, здесь как раз вот та схема, да, вот у нас хром, и у него связь металл-кислород. Так, не тот я написал. Металл-кислород, изменяется тут связь. То есть, да, по сути, у нас катион водорода здесь. Здесь, ну, а сейчас, сейчас, да, вопрос вижу. Катион водорода тут подходит, и вот образуется новая связь, и он забирает в вашу группу. А плюсик переходит на хром, потому что каждая черточка, это пара электронов, вот пара электронов переходит на образование связи. Почему мы здесь сократили NO3? Потому что у нас плюс 3 NO3, и здесь плюс 3 NO3 должны были написать. Одинаковые слагаемые мы переносим в левую часть с обратным знаком, и они у нас дают 0. Поэтому мы их можем не писать. Я для... Ну, я так и сделал. Так, надеюсь, ответил на вопрос. Теперь это у нас основные свойства. Теперь у нас кислотные свойства. Как у нас ведет себя гидроксид хрома, если у нас раствор щелочи. Я здесь сразу хром... Сразу, да, я тут напишу. С раствором щелочи. На 3 OH. То есть что нам нужно здесь сделать? Нам нужно вспомнить, какой комплекс образует... Где у нас тут табличка была? Так, что-то я потерял. Вот. Хром у нас образует... Формулу хром OH6 3 минус. Да, вот. Вот этот анион нам нужно взять, если мы проводим реакцию с раствором. Так. Возвращаемся. То есть поскольку... Да, я даже подпишу раствор. То есть у нас анион хром OH6. Да, хром 3 плюс остается. Здесь был 3 плюс остается. То есть реакция без изменения степени и кислений. OH-1. 6 OH групп, значит все 3 минус. И на 3 плюс мы ставим. На 3 плюс. И формула получается на 3,3 хром OH6. Уравниваем. Нам нужно взять 3 на 3 OH. То есть вот здесь легко достаточно уравнять. И получается, что опять-таки осадок у нас был. И он растворился. То есть мы видим, что добавляем кислоту к осадку, он растворяется. Добавляем щелочь к осадку, он тоже растворяется. Давайте запишем также ионный вид. Как здесь у нас будет выглядеть. Но здесь я не буду в уме ничего сокращать, чтобы было понятнее. Хром OH6. Это осадок. Значит мы пишем точно так же. Натрий OH это сильное основание, растворимое основание. Значит мы пишем сумму ионов. 3 на 3 плюс, 3 OH минус. И вот эта комплексная соль, она растворимая. Потому что распадается на ионы натрия. И вот эти комплексные ионы, хром OH6. То есть вот эти вот конструкции, они весьма прочные. И в таком виде существуют. Мы видим, что здесь одинаковое слагаемое, это 3 на 3. Переносим в другую сторону от знака равно. И они в сумме дадут 0. И останется у нас хром OH. Трижды плюс 3 OH. Минус, да, получается. То есть мы видим, что в щелочи у нас хром присоединяет 3 OH группы. И получается у нас вот комплексный ион. Так. Ну если есть вопросы, то тоже пишите вопросы. Но это еще не все, да. Потому что мы брали раствор натрию H. А что будет, если мы возьмем сухой безводный натрию H. И при нагревании, да, проведем взаимодействие с гидроксидом хромом. Пойдет ли у нас реакция? Оказывается, пойдет. То есть мы должны еще второй. Второй вариант, да, можно учесть. То есть у нас хром. Хром OH трижды. Плюс натрию H. Сплавление. Сплавление. Либо ставим температуру здесь. И вот здесь как раз-таки мы должны посмотреть, какой кислотный остаток у нас дает. То есть мы должны переписать хрому OH трижды в кислотную форму. То есть выносим водород на первое место. Получаем H3 хрому 3. Плюс 3 минус. И вот этот водород мы замещаем на катион натрия. Включаем натрий 3 хрома 3. Да, вот такую соль. И H2O. Но вода улетучится в виде пары и не успеет с этой частицы прореагировать. Три и три, да, у нас получается. Вот, то есть вот такая вот реакция при сплавлении проходит. И сразу, да, предупреждаю, что часто путают эти два процесса, то есть наиболее часто встречающаяся ошибка, что предлагают написать реакцию в растворе, а ученики пишут вот такую формулу натрий 3 хрома 3. Причем не только в школе, но и на первых курсах вуза, да, вот такие заблуждения встречаются. Поэтому я вот подробно вам весьма так рассказал. Что можно еще здесь сделать? А что если мы возьмем вот это соединение, которое мы при сплавлении получили, вот как любопытство-то у нас присутствует. Давайте мы эту соль зальем водой. Что же получится? Что же мы обнаружим в растворе? Обнаружим мы, конечно же, комплексное соединение. Да, то есть мы вот то же самое, что в нашей реакции, которая была ранее, да, хрома 6. То есть, да, у нас при добавлении воды, ой, только 6, добавлении воды у нас, эта соль присоединит воду, сколько? Наверное, 3 воды, да, нам нужно тут кислороду сходить. Да, вот такая вот реакция, да, то есть они, вот эта соль, она переходит в комплекс. То есть, все взаимосвязано. Так. Ну и вот, пожалуй, мы таким образом рассмотрели свойства гидроксидов. Теперь давайте к оксидам перейдем. То есть мы с вами разобрали амфотерность гидроксидов. Гидроксидов на примере сегодня хрома, в прошлый раз на примере цинка. Теперь давайте посмотрим амфотерные свойства оксидов на примере оксида алюминия. Так. И для того, чтобы, опять-таки, проиллюстрировать свойства, нам нужно взять тоже данные вещества, кислота, на этот раз соляная, да, и та же щелочь натрио-ОН. Вот тут первый вопрос. Возможно ли реакция оксида алюминия с водой? Давайте. Для этого надо вспомнить общие принципы, которые мы с вами вот разбирали. Оксид алюминия, алюминий 2О3. Вот реакция оксида с водой у нас когда протекает? Когда продукт реакции растворим. Сейчас давайте мы, давайте мы, периодически, таблицу растворимости, точнее, да, сейчас я добавлю, чтобы мы вместе посмотрели. Так, где она у меня потерялась? Так. Таблица растворимости. Так, надеюсь, все видно тут. Вот у нас, значит, продукт какой должен быть? Какой-то гидроксид, да, алюминия, вот. И мы видим, что вот ваша группа, вот он у нас нерастворим. Да, то есть мы продукт можем написать, что это будет алюминий УАЖ трижды. Алюминий УАЖ трижды. Но поскольку он нерастворим, то реакция не протекает. То есть у нас оксид алюминия с водой не взаимодействует, потому что продукт реакции, ну, то есть мы из нерастворимого, из твердого, да, не можем получить вот твердый гидроксид. Вот, если мы так совсем простыми словами скажем. Вот, ну, благодаря, кстати, этому свойству мы можем пользоваться алюминиевой посудой. Потому что алюминий весьма активный металл, сам алюминий с водой взаимодействует. И мы посмотрим даже сегодня, я думаю, ближе к концу занятия. Но поскольку у нас на воздухе алюминий сразу же окисляется с образованием оксидной вот такой пленки, оксидная пленка это очень тонкая и прочная. И покрывает весь алюминий и защищает металл от внешних воздействий. Поэтому мы можем использовать вполне безопасно алюминиевую посуду. Поскольку эта реакция не протекает. Давайте далее, да, рассмотрим взаимодействие с соляной кислотой. То есть это у нас получается в роли основного оксида, основания кислота. Да, чтобы составить продукт реакции, нам нужно тоже пары зарядов поставить. 3 плюс, минус 2, плюс, минус. Поменять пары местами. То есть, да, алюминий 3 плюс с хлором минус. Чтобы число плюсов было равно числу минусов, ставим троечку. Алюминий хлор 3. И H плюс О минус 2, это будет H2O. Да, то есть, как видим, реакция протекает. Равняем 3. И воды тоже 3. Запишем сокращенный ионный вид. Оксиды у нас на ионы не распадаются. Да, соляная кислота сильная, поэтому пишем. Видео ионов. Вот эта соль, она растворимая. То есть, если мы вернемся к таблице растворимости, посмотрим. Алюминий, хлор, вот растворимый. И, так, возвращаемся. Соответственно, мы будем записывать в виде ионов, суммы ионов. Алюминий 3 плюс и 3 хлора минус. И 3 воды. Вода на ионы не распадается. Одинаковый слагаемый у нас хлор. И сокращенное ионное уравнение получится алюминий. 2O3 плюс 3H плюс. Равно алюминий. 3 плюс и 3 воды. То есть, как видите, здесь практически, по сути, то же самое действие. Да, то есть, как и в гидроксидах, катионы водорода отнимают кислород у алюминия. Да, и вот так у нас оксид растворяется. То есть, оксидную пленку с алюминия мы можем снять, используя кислоту. Да, желательно сильную. Да, желательно сильную. Ну, давайте сплавление сначала сделаем. Сплавление. Получается, та же соль, натрий. Ну, обычно пишут натрий-алюминий-О2. Давайте я поясню, почему такая соль. Дело в том, что, вот если мы гидроксид алюминия, опять-таки, здесь вот преобразуем. Был алюминий-ОН трижды, потом сделали H3-Алюминий-О2, О3 точнее. H3-Алюминий-О3, по идее, должен быть у нас, да? Но при сплавлении у нас высокая температура, и вот это соединение часто отщепляет воду. То есть, мы должны отнять H2O, как в столбик, да, как мы это делали. Тогда мы получим H-Алюминий-О2. Вот, H+, алюминий-О2-, следовательно, соль будет алюминат натрия, состава натрия-алюминий-О2. Вот, и, что вода еще там, в виде пара у нас будет испаряться. Уравниваем, по алюминию-О2 ставим, по натрию-О2 ставим, ну и вода у нас одна. Вот, вот при сплавлении оксидов со щелочью образуются алюминат и вода. А если мы с раствором щелочи проведем реакцию, алюминий-О2 плюс натрию-О2, то есть мы как-то подействуем щелочью, да? И, так, понадобится ли нам вода здесь, вот в чем вопрос. Ну, посмотрим, если что, я тут место оставлю. Тогда, если раствор, если раствор, то образуется комплексное соединение, да, можно вот вспомнить, какой и он, да, алюминий-О2-4-1. Вот, нам нужно с катионом натрия составить данную соль. Так, то есть получится натрий-О2, алюминий-О2-4-2. Да, плюс-минус, тут все сходится. Так, ну и по водороду, скорее всего, нам что, потребуется вода, наверное, да? Сейчас давайте начнем уравнивать и воду добавим. Значит, по алюминию-О2 ставим, по натрию ставим-О2. Видим, что здесь водородов 8, а тут только 2, значит, вода нужна. Добавляем, аж 2О. Сколько нам воды понадобится? 6 штук еще, да, водородов, то есть 3 воды. Ну и по кислороду, 3 плюс 3, это 6, плюс 2, 8, здесь 2 на 4, 8. Вот все сходится, да, то есть при взаимодействии раствора щелочи у нас опять-таки оксид будет растворяться и получаться соль. Давайте запишем ионные уравнения тоже, да. Оксиды не распадаются на ион, алюминий-2О3. Натрий-ОН сильное основание, растворимое, да, 2 на 3 плюс 2 ОН. Вода не распадается на 3ОН. И наша комплексная соль, она распадается на то, что за квадратными скобками стоит. Вот так, таким образом. Мы здесь можем только убрать слагаемое 2 на 3 плюс. Переписываем все, что осталось. Алюминий-2О3 плюс 2ОН-, плюс 3 воды. Получаем комплексный ион. Алюминий-ОН-, а, 2, я пропустил двоечку. Так, вот таким образом, да, мы проиллюстрировали амфотерный характер гидроксида, точнее оксида алюминия, да, что он растворяется в кислотах, он растворяется в растворах щелочей, он у нас взаимодействует с расплавом щелочи. Да, вот таким образом. Ну, давайте еще немножко продолжим. Так, вроде мы все проиллюстрировали. Но если есть вопросы, то пишите. Помимо того, что у нас взаимодействуют оксиды, гидроксиды с кислотами и щелочами, у нас также сам металл, как простое вещество, амфотерные металлы, а тут еще оксицинка есть у нас, так что мы еще пример сделаем. Давайте еще на примере алюминия, да, мы и других металлов посмотрим, что они растворяются. Есть у нас тут слайдик, нету слайдика, мы тогда его сделаем. Давайте мы здесь подпишем взаимодействие. Паттернах и слотами. То есть у нас амфотерные металлы, как и другие металлы, стоящие в ряду активности доводорода, растворяются в кислотах, можем написать, да, тот же алюминий с соляной кислотой, образует соль и выделяет водород. Так. Нам нужно здесь уравнять, да, тут два водорода. Так, если мы поставим два, два, то будет шесть, тогда мы три водорода поставим. Вот такая простая весьма реакция у нас есть, да. Но амфотерные металлы также растворяются в щелочах, причем в растворах, да. При этом что образуется? Конечно же комплексное соединение. Натрий-алюминий, ВАЖ четырежды. И, ну, поскольку реакция, вот, обратите внимание, что первая реакция, она окислительно-восстановительная. То есть алюминий ноль, переходит в алюминий три плюс, отдает водороду электроны. Здесь то же самое у нас ноль, три плюс. Значит, электроны алюминий отдает водороду, поэтому выделяется водород. Тогда нам тоже нужно тут, насколько я помню, удвоить по алюминию, по натрию. И, так, сколько тут у нас по кислороду здесь посчитаем, сколько воды нужно? Три, по-моему, да. 2 на 4, 8, 2 есть, да, 3 воды. И сколько же у нас водорода тогда уделяется? 6, 7, 8. Тут уже 8 есть. Так, странно, подождите, сейчас. Что-то у меня... А, у меня... Так, тут неправильно, видимо. 8. 2 есть, 6 нужно, да, 6. Тогда здесь водорода, 12, 14. А здесь 8. То есть, 6, 3. Три вот водорода еще должны быть. То есть, как мы видим, что при обработке раствором щелочи у нас алюминий тоже будет растворяться. Вот, то есть, получается, как раз-таки, что... Вот я говорил о том, что алюминий защищен оксидной пленкой, но мы видим, что если мы действуем раствором щелочи, то у нас и оксид алюминия растворяется, и сам алюминий растворяется, да. Поэтому, возвращаясь вот к алюминиевой посуде, мы видим, что ее лучше щелочными растворами, сильно щелочными растворами не мыть, особенно при высокой температуре, поскольку можно протереть там до дыры буквально, да, какую-нибудь кастрюлю. Можно... Такие случаи, вот, говорят, бывали, что старательная хозяйка, натирая посуду содой, у нас получалось до дыры, да, можно протереть. Поэтому с алюминиевой посудой, ее мытьем нужно быть внимательным, да, с химической точки зрения. Так. Есть ли вопросы? Да, пока возможно пишите. Давайте еще повторим, вот тут на примере... На примере оксида цинка. Сделаем. То есть, у нас достаточно много тут реакций уже было, примеров, так что я надеюсь, что тема более или менее понятная. Если она более или менее понятная, то можно огонек нажать. Мне нужно понять, да, как тут нужно ли объяснять подробно. Так, не очень много огоньков. Ну, давайте на примере еще оксида цинка. Цинко. То есть, это... Если мы его рассматриваем как основный оксид, то нам нужно провести реакцию с кислотой. Вот у нас кислота представлена здесь, H2SO4. Берем H2SO4, это кислота. Здесь у нас реакция ионного обмена, скажем так, да, 2 плюс минус 2, плюс 2 минус. Вот. То есть, меняем пары местами, получаем цинк-СО4 плюс H2O. Да, и проверяем, какие тут коэффициенты вроде не нужны тут. Да, все один к одному. Записываем ионный вид. Оксид на ионы не распадается. Кислота сильная, поэтому сумма ионов. Сульфат цинка растворимая соль. Можете проверить, сверить. Таблицы растворимости. Вода на ионы не распадается. Одинаковые сульфаты ионы убираем. Получаем цинко плюс 2H+. Как видите, неважно, какая кислота, от кислотного остатка ничего не зависит. Вот. Это у нас основные свойства мы проиллюстрировали. Теперь кислотные свойства. То есть, оксид цинка как кислотный оксид. Кислотный оксид. Значит, взаимодействуем со щелочью. Например, сплавление. Сплавление. Температура. То есть, нам нужно взять наш гидроксид цинка. Перенести удород на первое место. И взять вот этот кислотный остаток. Цинко 2. 2 минус с натрием. Натрий плюс. А, так, здесь плюсик лишний. Натрий. 2. Цинко 2 получится. Цинко 2. Плюс H2O. В виде пара. Ставим 2 на 3H. Вода одна. Это у нас... Поскольку реакция не в растворе, то ионного вида нет. Ну и второй вариант. Если мы с раствором. Натрий у H. Раствор. То есть, тут потребуется вода нам. Тогда мы смотрим, какой комплексный ион образует. Вот у нас. Мы его уже видели. Цинко 4х2 минус. С ним мы должны составить соль. Натриевая соль. Да, вот этот комплекс. Натрий 2. Цинко H4D. Так. И уравниваем. 2 по натрию. Здесь водорода 4. Здесь 4. Кислорода 4. Здесь у нас тоже 4. То есть, вот так и получится. Пишем ионный вид. Цинко так и остается. 2 натрия у H распадается. 2 катиона натрия. 2 у H группы. Вода не распадается. Здесь же у нас. Здесь же у нас 2 катиона натрия. И вот этот комплексный анион. Цинко H4D. С зарядом 2 минус. Одинаковый у нас тут слагаемый. Это натрий. И переписываем все, что это. Цинк О. Плюс 2 у H минус. Плюс H2O. Получаем цинку H4D. 2 минус. Вот такая вот реакция у нас получается. Тоже, да, мы видим, что неважно, какую щелочь мы берем, лишь бы она была растворимая. А, ну тут калия OH. Вот куфром OH дважды нельзя брать, потому что это нерастворимое основание. Реакция не будет протекать. Так. И здесь еще давайте дополню, да, что сам металлический цинк, он, являясь амфотерным элементом, будет у нас растворяться в щелочах. То есть цинк плюс... Давайте для разнообразия калия OH возьмем 10. Цинк плюс калия OH. Плюс H2O. Да, то есть при нагревании, скорее всего, цинк будет образовывать тот же комплексный... комплексное соединение. Ну, на этот раз калия 2, а цинк OH четырежды. Таким образом. Уравниваем, да. А, и водород, конечно, будет выделяться, поскольку тут уже меняется степень окисления. Цинк 0, цинк 2 плюс, то водород будет выделяться. Уравниваем, 2 калия OH. Значит, по кислороду нам нужно взять 4, чтобы было. 2 воды. Водорода у нас 4. Здесь у нас... 1 водород так и получается, да, у нас тут слева 2 плюс 4, 6 водорода, справа 4 плюс 2, 6. Вот такая вот реакция, да, водород у нас в виде газа будет выделяться при растворении цинка. И таким образом мы с вами тема амфотерных соединений, я думаю, что весьма подробно рассмотрели, да, вот реакции желательно эти в себе записать и как-то над ними подумать, да, вот как себя ведут оксиды, гидроксиды, да, можно по... И попробуйте, да, записать с бериллием или хромом. Там особенно презентацию можно скачать, тут все есть комплексные соединения. Да, вот мы, вот здесь мы видим взаимодействие сплавления с оксидами, гидроксидами. Дополнительно, кстати, обратите внимание, что с карбонатами тоже сплавление идет с образованием таких вот солей. Ну и вот последняя табличка тут со всеми ионами. Я думаю, что на сегодня все. Тогда мы с вами на следующем занятии сделаем такое обобщающее занятие по теме классов, да, это генетическая связь неорганических соединений. Вот, ну и далее следующую тему еще возьмем в мае. Окислительно-восстановительные реакции у нас еще будут, поэтому призываю всех присутствовать на занятиях. Ну и до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok